Ну и с этого начинается, ну не сказать, что дружба, но общение Марата с Андреем. Причём… Маратику равным себе не считает, это важно. Там плохо показано, но нет неравный. Так, чисто по-детски, ну ты ж мне помогаешь, давай тут это, побоксируем чуток. Вот как-то странно выглядит… Ну кино. Не, не в смысле неправдоподобно, но я вот когда смотрел до конца вот не могу сформулировать, как Марат относится к Андрею, в том смысле, что местами он откровенно с ней веселится, общается, когда они налаживают контакт, т.е. занимаются общим досугом. Ребёнок. Да. Как художественный фильм «Однажды в Америке» смотрел, куплю пирожное, и она мне своей рукой подручит. Пришёл, сел на ступенечку, как дитё, взял и пирожное сожрал, потому что ему как ребёнку сладкого хочется, а не подрочить. Осталось без сладкого. Ну так и тут, он как ребёнок, что невозможно это победить. Мы с тобой общаемся, вместе едим за одним столом, мама же кормит всё время. И одновременно с этим пробивается то, что в некоторых вопросах – да ты же чушпан, а не пацан. Да, правильно. А чё ты чушпан? Надо пришиться к группировке, а пришиться ты, по всей видимости, не можешь, он не видит в нём способного. Что тоже, так сказать, говорит об ошибочности его поведения, потому что, повторюсь, к финальной серии, я не знаю, если его не убьют, то он уже там будет ОПГ руководить. Андрей. Да. А вот когда Андрей уже обращается к Марату с мыслями о том, что надо мне тоже пришиться, и Марат его отговаривает, причём там прям конфликтует, берёт кирпич, сказал вообще не ходи за мной, убью. Ну правильно. Вот его такая резкая реакция. Ты за него отвечать должен. Если ты его привёл, это же как в КПСС. О чём она говорит? Два человека должны тебе рекомендации выписать, что ты достоин вступить в партию, и они за тебя ответственность несут. Ну тут ещё проще. Это ты его привёл, и ты за него ответишь. Если он накосячит, то прилетит и тебе, вот тебя отошьют, а ты вот за него должен отвечать. А зачем тебе это надо? А он не видит в нём никаких вот этих уголовно-борзых способностей. Зачем? Он сразу ему говорит – это не для тебя. Как Энтони Сопрано и его сын. Энтони Сопрано – босс мафиозный, а сын говно и размазня, блин. И он не хочет такой судьбы своему сыну. Да хоть сто раз хочет, ты говно и размазняешься, и никакой бандит не получит. Ты не волк. Это ключевое. Помнишь наши любимые фразы – кто это? Чей это человек? Там сразу сказано – кто это? Да. Маратик про это знает, он поручитель, он будет за него отвечать. Иди нахер, вот ты мне не нужен, потому что ты ведёшь себя неадекватно, понятий у тебя нет, ты вообще не врубаешься в то, что происходит, иди нахер, нет. Но в то же самое время, как только они познакомились, отошли немножко от учёбы, занятий, куда они идут? Нам показывают, что они идут ограбить комиссионный магазин. Андрей там, по крайней мере, нам не показано это, спокойно в этом поучаствовал. Во-первых, я хотел бы спросить, это правдоподобно по-вашему, что такой парень, ну окей, с ним пообщаться, что-то потусить, но вот уже пойти на откровенное, поучаствовать в преступлении. Не быстро ли он согласился? В человеке отсутствует так называемый стержень. Это мягкое говно. Позвали сюда – пошёл сюда, позвали туда – пошёл туда. Зачем ты пошёл, если тебе всё это мимо? Это грабёж называется, статья 145. Там посадят сразу и без затей, блин. Это грабёж, ну в зависимости от стоимости украденного, по 25 рублей за кепку на полтиннику украден. Уголовное стопудово получилось бы. Конечно, да, это уголовные преступления, это никакие не шутки там отдельно ещё надо обсудить, а это уголовники в составе группы лиц по предварительному сговору, и пошло-поехало, блин. За это ты сядешь, ну вот тебя зовут туда, а ты примерный мальчик, а зачем ты туда пошёл? Ну вот, чтобы показать, что я вот тоже могу, понимаешь. Ну и то на шухер, ну не на шухер, его там отвлекать поставил, а сам дурак не может незаметно их вытащить, что тоже, блин, ну стырили, убежали. Это грабёж, повторяю, это открытое хищение чужого имущества, блин. Это не кража, кража 144-я, это грабёж, это уже серьёзнее и статья, и сроки, и всякое такое. В составе группе лица. Да. Вот, мягкий, как говно, нет в человеке стержня, но, с другой стороны, мальчик, по всей видимости, понимает, поскольку на него наехал его жирный дружок Искандер, который непонятно за какие качества… И вот этот жирный Искандер, как он попал в группировку, зачем его туда взяли, какая-то говняная рохля… Может быть, благодаря брату, про которого он напоминает? Не понятно, не показывают, но как он туда попал – неясно, но тут хотят показать, как меняется твоё положение, когда один в группировке, а другой нет. Жирный приходит, начинает требовать три рубля, с ним при этом два какая-то пристиж, которые его бьют, несчастного этого Андрея. Это как? Это вообще очень серьёзный авторитет надо иметь, чтобы Гаврилу и Хомяков закопать его тёплым, блин. Как это так? Вот вчера размазняй говно был, а сегодня тут, понимаешь, он уже в группировке, охереть не стоит. Судя по поведениям вот этих два брата лысых, они где-то уже в группировке, какой-то жирный хомяк ими командуют. Да-да-да. Фрол Кузьмич и Тит Фомич, блин, это недостоверность полная вообще. Но получается так, что вот жирный уже его чморит, отжимает деньги, и ситуация ребром, блин, надо вступать в группировку, надо к ней пришиться. Это, я так понимаю, у нас такого не говорили, таких слов не употребляю, но это, видимо, от слова «отшили», значит, есть «пришили». У нас-то «пришили» – это про убийство. Ну, прикольно, да-да-да. Слушай, я там подумал, может поможешь тоже? У меня «Искандера» на три рубля высыл. Наехал, говорит, еще шпан, сидела. Ну, а ты кто? Я… Ты же реально не шпан. Я не шпан. Ну, ты денег обещал этому, Искандеру. Ну, ты все, не отдавай. Я с тебя впрягаться не буду. И тот ему говорит, что… Ну, ты деньги-то обещал, а нет. Это главное. Это главное, нельзя соглашаться вообще. То есть, если ты сказал в присутствии свидетелей, за метлой следить надо, базар будут фильтровать, если ты сказал, ты признал прилюдно, что ты должен, никаких вопросов отдавай. Ты сам сказал, что ты должен, этот молодец, не сказал, но, Маратик, я за тебя впрягаться не буду. А потому что… А нахера? Какая с тебя польза? С ложка с такого? Нет, никакой пользы нет. Ну, хотя бы по учебному пользу приносит. Такой человек. Помог ему наиграть на пианино «Ласковый май»? Научил одним пальцем, да, это достижение.